Итоги социально-экономического развития подвели на расширенном заседании под председательством Кумара Аксакалова. С начала года в Кустанайской области отмечается положительная динамика развития макроэкономических показателей. Обрабатывающая промышленность возросла на 20%. Лидирующие позиции в производстве продукции занимают Карасусский, Денисовский, Камыстинский, Карабалыгский и Ауликольский районы. В сельском хозяйстве ИФО валового выпуска продукции, составил 104,5%. В разрезе районов снижение зафиксировано в двух районах, наименьшее ИФО в Сарыкольском и Карасусском районах. По итогам года необходимо произвести не менее 5,5 миллионов тонн зерна, 90 тысяч тонн мяса, 420 тысяч тонн молока, увеличить поголовье скота. Реализовать, как было запланировано, 55 инвестиционных проектов с созданием порядка 600 новых рабочих мест. В том числе ввести в эксплуатацию три молочно-товарные фермы суммарной мощностью производства 20 тысяч тонн молока в год. В область привлечено 102 миллиарда тенге инвестиций. Значительный рост в экономику региона обеспечили город Аркалык, Карасусский, Житогоринский, Ауликольский и Нарузумские районы. За последних три месяца в эксплуатацию введено 113 тысяч квадратных метров жилья, что на 5% больше в сравнении с прошлым годом. Объём выполненных строительных работ вырос на 11% и составил более 23 миллиардов тенге. Для того, чтобы обеспечить рост в 6% экономики страны, считаем, что в нашей области есть все необходимые условия. Вот приведу примеры. Недавно прошла сессия областного масляхата. На 34% бюджет области вырос по сравнению с 2022 годом. Финансовая поддержка бизнеса различными программами выросла в три раза, если сравнить с 2022 годом. Жилищное строительство и инфраструктура для жилья тоже в два раза увеличилось. Бюджетное финансирование с уровнем 2022 года. На 28% увеличилось финансирование строительства и ремонта дорог. 54,8 миллиарда тенге в эту сферу направлено. Снижение роста экономики по одному индикатору из семи зафиксировано в восьми регионах области. По трем показателям от других отстаёт район Бимбета-Майлина. Как рассказал Аким района Кайсар-Муржакупов, индекс физического объёма валовой продукции сельского хозяйства в регионе составляет 102%. Производство молока увеличилось на 12%. В настоящее время в предприятии GreenTag реализуется проект по строительству картофеля, овощехранилища на 12 тысяч тонн и единовременного хранения стоимостью 1 миллиард тенге. Срок завершения строительства первого этапа на 6 тысяч тонн – это декабрь 2023 года. При этом работа по привлечению частных инвестиций проводится постоянно, а именно создаются оптимальные условия для успешной реализации инвестиционных проектов, оказывается максимальная поддержка на всех стадиях реализации проекта. Так, для инвестиционных проектов по Гринтера по строительству картофеля и овощехранилища в октябре прошлого года будет предоставлен земельный участок площадью 20 гектаров. Для увеличения орошаемой площади проведена инфраструктура в виде электролюбии. В районе Бимбета Майлина планируется реализация двух инвестпроектов, благодаря которым создадут более 20 новых рабочих мест. Кумар Аксакалов отметил, что повышение производительности труда обеспечивают крупные промышленные фермы. Ферма, которая может производить достаточно большой объем продукции – это промышленная ферма. Промышленная ферма считается от 400 голов – это молочно-доварная. Либо от кормочной площадки – от 3000 голов. Вот тогда можно весь цикл всех проводимых работ и автоматизировать, и контролировать, и, соответственно, выстроить всю цепочку от кормопроизводства, хранения качественного, кормоления соответствующего, ветеринарного, зоотехнического обслуживания. Ну, весь комплекс такой эффективной работы можно выстроить на крупных промышленных фермах. Анализ показал, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объемов розничной торговли во всех 20 регионах. Снижение индекса физического объема допустили Фёдоровский и Джангельдинский районы. Акимобласти поручают наверстать упущенные объемы.